Давай, садись Попался все же Не додавешься Че, мне кается сразу, да? Нет Я хотел Брат Владимир, там Иди сюда резко Когда вопросы Вопросы ты записываешь Там у тебя ноутбук и там у тебя плохой микрофон И шипит Мы сейчас обнаружили И решение такое Можно от камеры Есть же махровый микрофон, который Пушистый Вот его можешь просто себе Подключить, всунуть Ну в ноутбук И через него Записывать А там Там есть такие Там должно быть два отверстия Один под Наушники А второй под микрофон Да там же это железка А, все понял Нет, там ее так можно А которую вовнутрь Составляется Это видеокамера И железка Там у этого уже пушистая Это для того, чтобы держалась она хорошо, да? Да это просто, да, чтобы держалась Это ничего там нету Либо второй вариант Радиомикрофоном Тоже так же, только радиомикрофоном Ну мне кажется Махровый лучше будет В данном случае Проще Надо попробовать бы тебе это Попробую, ладно Попробуй, потом мне просто там Отпиши Ну завтра я на работе Завтра я так только смогу переписываться А вот сегодня Ну здесь целый день дома По сути Только снег буду убирать Ходить иногда Тоже У вас тоже снег, что ли? Да, у нас вчера Сегодня целый день Валит и валит Валит и валит Сантиметров, наверное, 30 навалил-то Если не больше Даже у них снег И то сантиметров 30 лежит В Казани Еще нет у них Снег лежит, у них 30 сантиметров О, 30 сантиметров А у нас, наверное, полтора метра два Ну у нас Завтра горку будут делать Ну ладно Ну что? Ну ладно Брат Владимир Все, я только это и хотел сказать Ты когда насчитывать будешь Вот это вот Или что-то брать Да он уже объяснил Ну вот Ну, а Либо Если есть наушники С микрофоном То еще лучше Не, не, не А маленький-то вот такой Который берут-то Да он что Я пробовал Что так, что так Запись Там шипение Да, большое шипение Плохо Ладно Ну я понял Пушистый этот А этот мохнатый Который делал это Ну он и говорит Про него Козлиный хвост Бери его Ну все Ну все Сегодня я поставил Что ты, Игнат Тихонович У вас Плохо видно Вас что-то А, вы, наверное, закачиваете Как обычно Почему плохо-то? Ну вы закачиваете, наверное Да, поэтому Ну да У меня закачивается Все время закачивается Ну ладно Оставьте Оставьте Ладно Пусть идет Значит Сегодня я встал Еще 12 И не было И до утра А встаю-то в 4.40 И почту Кое-как разобрал Поставил сегодня Рекордное количество роликов 53 ролика за раз Там, говорит, не знаю Что смотреть Ну никак по-другому нельзя Тороплюсь Кому надо Я говорю В магазине Ролики-то выставил Никита Как он там Видели, нет? Да, да, видел В магазине он ходит Выбирает-то Вот это не надо Вот это Все говорят Ну школу прошел Потеряевки Ну даже он что брал Картошку Лук Морковку Мы-то это не берем У нас свое Мы еще не берем А которые дети Мне помогают Мука Она остается Володя каждый четверг Стряпает Которая нам сестра Помогала Стряпала Она Ну Не может уже Болеет А завтра четверг Договорились Горку делать Ребятишкам Ох и снегу Нынче Сейчас крыши сбрасывают Чтобы Проламывать крыши Гаражи Все Огромные Просто Смотришь Страшно делаются Утром встал Сразу на полметра Так вот Весь наш снег К вам ушел У нас вообще Не было снега До вчерашнего дня Вообще не было А тут прямо идут Ну Слава богу А у нас соседи Тут богатые Ну вот В свое время То сумели построить Какой-то ночной Кабарей Или что там Голые бабы По столбам лазят Я не видел Но говорят Ну и как интересно Они Встречают Грузин Что-то закрылось Если нет И он Там Эти Фейерверки Эти Лупят А я Ночью-то сижу Наполовину Слышу Не пойму Где кошки Вроде Погреб Прячем На ночь И кто Это Колотится Где А потом Понял Там Факелы горят Интересно Так Я возвращаюсь А у него Это большая Большая Автомойка Все И он Его фамилия Такая Ну Грузин Я с ним Встречался Ну и слышно Что хочет Раздвинуть Своё Имущество Шире Чтобы Прибыль От этого Идет У него Машин Много Как на ночь Что-то хорошее У него там есть И часовой Стоит И всё Я на лето Уехал Поговорил Осенью Приезжаю А его нет Где Помер Вот что удивительно Это не просто так Вот однажды Я был на одной свадьбе Может слышал Этот рассказ Ну я Какой Участник Сижу За столом Близкий человек Пригласил Я не люблю Ходить на эти Разводы Я их свадьбами Это не называю А брак Как Задорнов Говорил Хорошее дело Браком не называется Говорит Ну и вот Уже всё Вина нету Всё как положено Трезвое Но они договорились А родной его брат Встаёт А из породистой семьи Везде в семье Там по 10 детей Ну Всё нормально Он берёт Два щулка Синий и красный Вот Кто за то Чтобы Мальчик родился Я покажу тебе Сейчас Вот так вот Идёт Ну не мой Рваный носок Получше маленький Вот так вот Кладите сюда Деньги А другой Который Синий Это за девочку Я так Ах Неужели Дети-то от любви Заводятся А не от этого Что-то Ну Пришлось Я Прямо Катя Я Да Кто Это Жене Да Я Из-под земли Достану Всё Говорит Проходит Сколько-то Времени Маленькое Сколько-то Чувствую Заболел Внезапно Умер понимаешь это как это я так уже в круговую рассказывают а это все как-то меня касалось и в тот момент глаза не открыты были а я сразу сказал да он же мусульманин он христианский только фишку имеет а остальное это все там потому что человек долго жил среди них он пропитался этим и не один день жила больше ста двадцати лет я насчитал я не там жили с ними были в родственнике там и из поколения в поколение то и все я говорю как же так ты это если ты верующий ты должен думать это я так я гляжу голос то мусульманский и кончилось ничем поэтому наши слова где-то на учет берутся надо помнить это мне пристают иногда неужели вас своего мнения нету я как огня боюсь этого есть такое выражение лучше божественной мудрощем самобытная глупость надо быть очень осторожным сейчас вы считаете которые у нас распаковали эти вопросы то вы видите какая глубина там сам сколько взято а вот которые берете кто жития святых насчитывает а это 1173 жития биографии из под спрашивать какое-то дело вопросы касаются чего-то там то это из иногда берется из десяти жить и не сама жития и житие определенные строчки которые говорят по вопросу по теме и все это в кавычки взято то есть не передаются они а бы как а копируются какой же смирнов будет над этим сидеть копаться там или ткачеву или кто-то да он молотит молотит а ничего нету одна миккина летит и говорит хорошо и видно что снимающий повернул в атаку ткачева андрея гляжу снимает аппарата а там как брованного движения он никого нет соловей на ветке там такой шалман у него в храме там торговли нескольких киоскоп люди туда-сюда там цыганский табор иоанн затаус говорит наведи сначала порядок а тогда молитва и во порядок дороже молитвы а почему то потому что беспорядок он время отнимает и ты молиться не может человек вы видели какой порядок попробую установить тогда поймешь чего это стоило сколько людей будут тобой недовольные кто-то уйдет кто-то что-то на самые близкие могут обвинять а потом как вам удается чтобы все одеты были то другое никак это уже идет все уже все установлено раз установлена защит но идет вот это шестое качество лидера вы знаете я сколько раз говорил воображение знание умение решительность беспощадность и воображение это привлекательность это самое трудное у нас есть такие общине которые 5 к 6 отличные 6 даже не светит и поэтому поэтому прибыли нету иные даже подходит говорит а человек будет сегодня выступать будет но я тогда не приду я не приду из-за того что ты пришел я могу сказать что у меня опыт большой лежала в больнице у меня позвоночника раздавила эти прокладки там эти ну от тяжести работ 3 грыжи и а в это время идут занятия люди стали звонить спрашивать а кто будет вести занятия хорошие ребята то ведут даже третяков вел и мне пришлось виктор андреевич врач одежу берет там где-то и как только уже время к шести часам он за мной заезжает на машине оделся а потом приезжаем когда опять одежу сдали где-то там потому что закрыта вешалка то гардеробная и почему люди привыкли без отказа на любой вопрос и без пригляда на кого-либо вот сейчас время которое прошло и но я других я не слышу а сергей топалый считает здесь и мне надо что-то делать и морковку трудах вот сюда вплотную подойду на табуретки и тру а сам слушаю я как будто первый раз слышал эти ответы почему они до содрогания при подводят потому что я дрожал как вот когда пришел я приехал туда где обратился 52 года в пути как я там говорил видели в латвии я там плакал и все кто бы не слушали могу ревелись говорит все а почему дух и поэтому любое дело делаешь ты все время про себя мысленно молись господи это от тебя ты приводь здесь покажи свою силу совершенно незначительные слова они как будто обрывают нить на которые вешали вешали она все крепко висит два слова все оборвалось все то есть напрасно эти потуги были затемнить оно отошло а как я на многие вопросы отвечаю не знаю вы говорите не знаю не знаю в первую очередь я не знаю надо ли отвечать первый вопрос а знаете как отвечать несколько вариантов а какой лучше я не знаю должен в голове вихрь идет я выбираю самый зная тебя какой вариант тебе именно дать вот бывают большие это собрание я сижу я голоса не подаю раза два подойдут ко мне махнут рукой как глухонемой а я их все в себе перерабатываю каждой мысли дать ход чтобы она выросла и тогда ты можешь сказать а это женский характер не успеешь сказать она буль-буль-буль ничего нету дырявая посудина ничего не рот-то раскрыт и через него все утекает златоуз говорит надо научиться владеть владеющий языком говорит что всем телом руководит как я яков говорит обозвать всякое естество зверей и птиста языка укоротить никто не может а говорить или не говорить вот он начинаю сегодня запись была у меня по рулетке один он раз прервал другой я молчу молчите я молчу а гря нельзя говорить вы говорите у вас видимо мысль есть он опять дальше разговора нет отключаю все на этом ты давишь меня говори а я начинаю говорить то у меня четвертый раз пятый раз ты меня прервал я одного предложения не мог сказать а библия говорит глуп тот кто дает ответ не высушив я зачем раз глупцом буду тратить время и сразу его пригвозил этим а бывает иной мусульманин там я только только на него вышел он сразу мат перемат я горит тебе не стыдно он отец прости я тут с одним говорил он напал такое то ну ты то то же самое то да я не хотел да прости меня ну давай ладно говорит он еще по горячему следу то пыхнуло а я спокойно так ну ладно ли это же пишется все перед богом а завтра тебя люди увидят как а потом я возьму вот так вот подниму да покажу он совсем попятился и выключил ну вот так на будущее вот за имей это в виду я говорят а ты за себя и вот эти которые сейчас ночью я вот да у меня вот знакомый мусульманин и я все думал как ну как живу но смотрю но как бы беспросветной но не видишь как его можно к христу как-то повернуть и мне вот идея пришла я думаю дай-ка ему расскажу говорю да у вас говорю в коране персонажи и в библии там одни и те же названия у них имена давай говорю сделаем вместе труд такой пророков и всех которые персонажи то что говорит коран это что говорит библия и вместе их составим посмотрим а чё говорит о нем коран не критикуя ничего и что говорит библия об этом об этом же ну для для общего знания но я как бы внутри себя цель держал такую чтобы он увидел насколько коране написано и насколько полно написано в библии там вот все описывается чтобы он это сравнил они же не знают ничего ну и он говорит давай он прямо обрадовался говорит я рад хотел бы узнать но год я посоветуюсь у себя там мусульман ну и вот вчера он выходит на меня и говорит нет горит я не буду мне запретили а правда говорит что лот спал со своими дочерями я говорю правда мы горит признаем что пророки они не этот они безгрешны поэтому мы у него на узел завязан да 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 и горит поэтому я как не могу участвовать в том где описывать грехи пророков я на все же и отказался все это глупости без безбрежья вот он него ну вот правда что ли боитесь еще это знаешь сколько расхождение говорит а у нас горит одно и то же я полностью сравнил все упоминаемые имена и проще 5216 расхождений запомни эту цифру запиши пять тысяч двести шестнадцать нет запись полнее быть не может я до одного слова перебрал это сравнение которое в библии упоминается имена которые у них и каждый уже только по именам вышел на это 5216 расхождений самое главное то что вы всегда когда будете с ними говорить никогда их не касайтесь никак только одно говорю вот который я указал это 5 сура 47 66 68 аят все на этом вот мы люди писания в то время писания никакого не было кроме библии встречи это библии жил евангелие вот по нему я и говорю вы сами смотрите вам подходит или нет вначале сатана бросил все силы доказать что не воскрес а почему это самое единственное чудо господь не даст иного чуда кроме чудо ионы пророка кроме то есть одно а раз оно и на нем так много висит а значит туда все атаки сатаны будут это надо хорошо понимать логически рассуждая и теперь они украли его и дали денег украли зачем денег-то давать а вы говорите мы избавим вас потому что за то что заснули на вахте смертная казнь мы вас избавим это не сегодняшняя разговор то вот этот равиль то шамсудина прострелял мальчишка-то 8 человек за байкале то сейчас вчера выставили материал то мы выставили его кто-то выставил да 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 ну и к тому идет дело то что на его стороне все и так понятно а это урок очень большой дал и так здесь если сказано открыл теперь я говорю хорошие места это четыре места слова антихрист у иоанна в первом послании во втором пришедшего плоти кто не исповедует это дух антихриста это я говорю по своей книге я после по ней живу не надо вы сами смотрите вам подходит или нет кто бы чего не писали какие книги после этого дух антихриста не не просто пришедший во плоти то есть он от вечности было теперь воплотился дева марии это бьет главное что не признание его во человечине и воскресенье а теперь а он и не умирал евреи почему не говорили не умирал потому что они убили еще руки кровавые а теперь спустя много лет теперь говорят по-другому что он и не умирал а ты евреев спросил умирал или нет и а еще мы саи говорит изъязвлен был за грехи наши мужчин за беззаконие наше наказание мира наше было на нем ранами его мы исцелились ранами ваше сайта не наш это совсем другой и когда начинает а что у нас не один бог не один и уговый аллах это абсолютно разные и уговый говорит определенно святой троицы я и отец одно а то не сотоварищи слова какие придумают это вы сами делайте как вам надо у нас и мы люди писания люди писания это щетка 5 сура говорит других местах не особенно так понятно тоже упоминает не один раз там я не знаю раз 18 поминает это мы люди писания и поэтому по писанию и готовы живите как вам господь дал народ не нарушайте тогда мы мирно будем жить смысл-то заложен вы весь ответ я человек писания поэтому на по нашему писанию галатам даже ангел с неба или апостолы все придут будут говорить не то да будет она прямо посмотри что хорем означает так у нас написано и поэтому мы куда пойти или кого-то что-то принять это самому на себя приговор вынести и нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись деяния 4 12 ну и иоанна 3 глава 36 стих верующий в сына божий я имеет жизнь вечную а не верующая показывает сразу не имеет жизни но гнев божий пребывает на нем вот я на этом стою и говорю а вас все зачем буду трогать ты услышал мне не сказано к этому такой подход имей я всем свидетельство должен главное остальное громкость на какой горе я зайду как прекрасные ноги благовествующего на горах на возвышенных темах и тут мы все ну вот так игнать их ночи так такую я вам помните скидывал посмотрели жития святых там где христос спускался на землю я смотрел ради меня это все мимо прошло потому что этим сказкам я не верю это хороший баллон мюнхаузен придумывается это мне даже не засыпилась нигде а это не принимают люди из первого раза точно сказал у него никаких данных нигде не было и однажды он и говори димитрий ростовский я говорит ленивые вставать то уже в колокол ударили ягод еще решил прилечь но и проспал и видел во сне мощи варвары они затхлые такие а я их обмывал вот тебе на откровение какое-то польза то какая еще же под дурака играть то как путин все время горит придурки ну как же так да зачем это нужно он в небо габарил да ну что мерзость такая да вот такой-то там встречал евро там это на немрот немрот это ветхом завете там первое колопотопа были это тоже после потопа там около веблонской башни ничего этого нет нигде ничего библии нет о том не рассуждаем все кончилось не рассуждаем а тут явился он говорил да я стрелять буду до счет не жаль непонятно то что бог не может быть ниже облаков а до облаков стрела долетит ракета то не каждая долетит вот просто такое городе ты я не против написано все пусть но я не принимаю иосифу волоскому я никогда не буду молиться это сталин православной церкви непрерыва гундел и гундел князю казнить казнить он гордо мы же христиане казнить иначе царства небесного лишимся но и началась инквизиция своя так и здесь тут ни одного слова нельзя принимать и поэтому я считать читала у меня нигде не засыпилась как будто я не считал и не знаю совершенно первый раз я проверил по своим житиям нет все даже считаю и нигде не порошинки нету о как бог делает остальное я цитирую жития святых а здесь как будто никогда не было меня упрекать что я в колокол там когда считал то белоси не сходится раз-два это уже прям явно а три раза это совершенно вопиющие там они афан афанасий афонский комиссия пришла когда принимать там храм или что-то и оборвались леса плохо сделано это уже сатана сделал-то и упали вся комиссия упала пятеро насмерть а он лежал под грудой кирпичей и там стонал так они его одежду эту вымачивали и кровь пили ну как это так когда пятнадцатая глава читай воздержившись о крови удавленины деяния пятнадцатая глава животных не человеческое а тут человеческую пили кровь это вообще не то что ворота это вообще даже слышать противно а потом причастие брали уносили на могиле и клали на могилу причастие еще что какое-то я три раза бил колокол но почему вы не выпустили я не выпустил в житиях ни одного слова но дал знать вот так и так вижу кошка крадется вон там видать или видно ее он ушла все так что не надо на это смотреть но что интересно не грамма у меня нигде нет этого жития совершенно а вот григория крика а каркандийский когда молились они и на небе бог показался там там еврея множеством то это вполне может быть явление дак она но вот это все стрелять да он говорил да испугал да то просто не не выспался и писал то что данных у него никаких не было ниоткуда он а ты не переписывал ничего нету интересно к нему подошел однажды один во сне и говорит ты еще делаешь сейчас пишешь он говорит а я пишу жития а я кто это я арест арест ты обо мне пишешь и неправильно пишешь ну ладно он указал димитрий росовский он говорит ты сказал вот так он говорит вот это вот на ноге вот это меня косой отрезали вот это вот бог прободеный здесь меня вилы воткнули стал говорить а ты ничего этого не пишешь но хорошо что он написал это хорошо что серафим саровский сказал когда дух меня седой покидал тогда я ошибался ничего себе а теперь определить когда он ошибался вот это канавка и то что там он воскреснет это бредня старых выживших изумят старых нигде этого нету и быть этого не может вопреки слова божия никто не воскреснет нету общее воскресенье а если умерли явились там в город вошли они потом и умерли вот так не бойся ломать эти стереотипы но не торопись лучше промолчи меньше шишек будет но я вот ваш вопрос читаю я смотрю я думаю мне прям страшно становится я думаю я бы такое не сказал бы то есть я это вижу правда так и есть но сказать такое я я бы не сказал я бы просто не смог это сказал вот это надо особо тема священства сергей насчитывает потом будет когда время можете лучше чтобы не никто не мешал прямо с сайта и вы увидите я им говорю я ничего на себя не беру никакой из них которые там говорят выходят я уж не говорю про пархоменка этого человека выкинуть богохульник священник пархоменко там островский это одно шатия братья и когда будешь считать и ты увидишь как присутствует бог превыше всего слово божие если любите меня проверка только одна если любите меня соблюдите слово мое все соблюдите то есть будьте делами балла того евангелист и анговорит мы как разделяем но это вера это дела а в другом месте ввод дело божие чтобы веровали дело божиим называется сама вера вера ли в того кого он послал то есть это дело дело для парализованного вот бог открыл же этому парализованную сергею сколько так не то не то как то пройдет время к этому блуждающего алексей это встретишь где-нибудь подкинь ему скажи на лето без папирос потеряевки тебя ждут ты замучился мужик молитвы развозят по всему смеху такую дурь набрал но он видит там ему жертву это много жертвует он говорил и он ездит там везде ничем не занимается он не меняется ничего нету вот это набрал кучу дураков да разве молитву может куда-то увозить привозить он там считает и но это очень хорошо осипов его разобрал этот вопрос кто-то там еще разбирал и недавно я считал его вот так вот они ездят благодать ловит ловит благодать там они в какой-то храм зашел там благодать есть в другой монастырь там вот меньше я знаю это все мертвые кто украшает что это все мертвое человек украшает место или место человека а просто вот так радоваться жить в труде я никогда не видел чтобы с какой-то лопатой с топором осипа был даже вообразить нельзя или смирнов ну куда у нас с этой мамоной никуда жизнь должна быть полная вот если никиту не видели это я могу эти ролики скинуть потом маленько по магазину как идем это вот то 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 висит то 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 это не надо нам то 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 тоже не надо а уже вот выйду держит но не зря он там был потеряевки еще берет и берет там картошку выбирает и дома как в кастрюлю кладет но больше нет еще он один нету а то который там приглашал на занятия пока бороды не будет на занятиях не будете вот смотри как гляди как и какой-то там магазине сидит мужик сколько раз говорил бороду никак не отпускает вроде запретил ему а никого нету на первую пора пускай придет пока борода отрастет вот у нас сейчас ходит один евгений из зотов кажется я в окно смотрю кто-то мелькнул а не видно куда это да скорее наружку включил лежу с велосипедом по нашей ограде бродит я быстренько спроворился вышел поговорили кто такой я про вас в интернете узнал оказалось выбор на улья я думаю еще себе жил бар на улья не встретился но поговорили и он сейчас готовится к окрещению проходит катехизацию у игоря дабунова он прям ревностный прям ревностно так идет да и вот сейчас мы ездили к михаилу к этому после запоя то и он снимал там был на машине видел видел я это бог так все удивительно делает вот это насчитывает михаил прям ждал ждал михаил вас видно он не решался ждал да а я главное приехал и позвонил нету и в этот день в этот день сказал он в этот день как раз готов это как вы знали никак вообще никак вдруг на молитве он мы каждый день упоминали каждый день а тут надо поехать и я тоже хочу с вами поехать а получилось там ехать то сегодня еще сестра знала татьяна кузьминишина старшая сестра у нас она в сестричестве ну и все побыли сейчас придет здесь не один раз уже это было у нее вот такой человек спокойный добрый трудолюбивый сатана боя это все теряет будешь молиться на год до сатана как бы вот тем что когда-то уже он побеждал тем человека и тем самым уже и опять побеждает а я даже мне даже на вот мне допустим иногда я такой посмотрю какой-то в голову образ пришел из старой жизни моей прошлой я знаю сатана это сатана хочет увлечь а я сразу ему на этот образ крест потому что я знаю что креста то он он то вспомнит он мне мою греховную жизнь напоминает чтобы я от этого либо отчаивался либо еще что-то я ему напоминаю о кресте сразу и все и все отходят расходятся потому что крестом он уязвлен сатана все до бегать супостата нам горит не только бороться да ну и побеждать и это ощутимо когда господь благословляет вот возьмите я считаю большое благословение мне господь послал от вас тут в этом году распечатали даже никак не думал что сумеем распечатать этот материал вопроса ответы я почему-то две темы говорю вы тогда возьмите на себя еврейство без всяких эмоций чтобы прочитать и четко и ясно это большой 176 вопросов возьмите эту тему вам вы мусульманство взяли еврейство мировые религии и вы будете не то что подковано сами туда не перейдите так говорит хорошо рассказал что мне захотелось говорит а то у меня сестра родная сестра валентина как то назначили встречу в академгородке новосибирском дом ученых я все отвечал на вопрос она вышла братка вы так рассказывали про потеряевку я поеду туда и все правильное про клещей про комаров рассказали но как-то все по-другому и и правда и в то же время в этом даже я увидела сколько хорошего а почему когда уста наполнишь благодарностью тебе некогда смотреть за яхтами кого-то или за часами на руке а я похвалюсь говорю а я игра у меня версипед ржавленый есть и две голубятни а у вас ни того ни другого нет у вас машины сейчас у меня дикие голуби эти уже два счета погибает от чего-то а диких кормлю 18 голубей они у меня тут садятся на налички у окон с обратно я сегодня снимал выставлю посмотришь я раньше не знаю что существует породисты они породистые они слабые потому что их вы когда выводили чтоб крутился в воздухе воздухе крутится его ястреба поймает это гонится преступник она балерина начала перед ним лебеди на озеро играть тебе бежать надо он и хватает и несет домой у меня было нехорошее слово желание такой мечта когда в корщино учился рядом село и мимо проходил и там жил один кинёв павел но он конечно мужчина видимо был молодой и у него голуби на крыше сидели ну сколько я считал примерно 300 голубей дикари вот эти которые называют то но они всю крышу а крыша деревянная и этой крыши деревянной дреди уже сколько лет убрал бы все шифер железо деревянной чтоб голуби мои могли сидеть на крыше вот глупость же понятно но вот так застряла мне так охота вот комбайн игоря купить вроде бы появлялся человек и вдруг у него все разладилось а может он и не думал покупать мы я в итоге то какой ток то а в итоге то что он не отошел еще или отошел отошел он был даже на утренних у нас петр там фещенко ну говорит что-то где-то там перекрыли что-то не как он волнуется и он даже на занятия не стал ходить и где-то живет это в подвале не подвале там ну такой у меня на рабочем месте так сказать но я мне это не верит то но я и сказал игр будет не будет но у себя говорит как именно переслать то другое он говорил как бы в имея что-то на самом деле он думал иметь ну вот и если бывает просто люди я вот сколько людей тоже вот вот такие которые верят сами что говорят и но лишь бы это не такой был потому что есть который прям настолько врут что сами не знают что врут то просто у них как хочется так и все и сами верят в это но лишь бы она не так конечно был но очень похоже вот как учитель математики какой-то ученикам до чего вы бестолковый третий раз поясняет уже сам поняла чем говорю а вы все еще не поймете то есть первые два раза мы сам не понимал еще говорит вот у нас кошка родила котят и один таксист есть он он говорит все я беру котенка у тебя и никак не берет и все придумывает уже месяц почти и говорит это и такая такая проблема но врет прямо но говорит то часто мать там что-то не может а переезжает куда-то то еще что-то видно что постоянно врет сам взялся и врет вот есть люди такие катилась смотри какой вырос и глава надежда васильна двоих котят выбрала они выросли она приехала в город а нет никого или что и теперь у меня 10 кошек за зиму в зиму как кормим 10 с ума сойти ночью еще сидишь а ну все тогда поклон тебе о у них не синхронная о лопта какой у него синхронные лопта смотри какая развод какой до характера а еще же не берут то ну 2 то взяли а 3 еще осталось о ну ладно ладно мы шелую во вахту подобных будут тоже также вахтовыми то выпускаться покажу ну ладно тогда все поставили на место значит нам громкость с этой начале моя кричу громко то у меня вроде записи с а поэтому когда на авто там мой голос тише ну да ну вот вы когда у вас собрание проходит но ну хоть раз используйте в радио микрофон вот раз жизнь поставьте вот тебе видать вот он стоит маленький человек смотри прячется за меня он спрятался как батюшка встретил одну учительницу которая была играть но вы же учили что бога нет а сейчас храм ходишь от и рития это платонов на так учила я не учила что бога нет друг на друга показывает теперь у меня стихотворение учительницу которая там здесь стоит деньги считает нищим подает учила бога нет партийная было а теперь пришла к церковному порогу я говорю щебастью все это матика вопрос забыл вопрос стоит ли время вот уделять время на изучение языков вот мне непосредственно надо ли мне это если бы нам еще говорили вы перезанят вот мне уже там 30 лет да надо мне это это не надо надо это так только когда тебя посадят где-то тогда так сейчас столько дел ты же видишь не в проворот я хочу чтобы вы взяли ему взяли а дальше ты я хочу все передать не просто так я тешусь этим а чтобы дело двигалась раз господь это открыл вопросы один-два вопроса правильно ты ответил человек уже склонен он привязывается но ты по себе знаешь как ты для тебя авторитетом стало слово божие а куда ты ездил знался с маститыми с проповедниками священниками у тебя этого не было почему они говорят часами и а куда хочешь прилепи вот я сейчас чтобы все успевать чтобы все успевать завел себе вот такое книга учета задач а что это за книга вот здесь я конкретно ставлю сколько часов что вот у меня с пяти часов до до десяти расписано все что что я должен делать каждый день это хорошо у меня вот тут начитка 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 вопросов потом занятия по библии составили ты мне это очень подходит я всегда так делал люблю математику легко искать тогда все как если спросили только раз все вытащил нужная графа вы сейчас следите за тем которые так продолжать у вас там не заняты некоторые еще остались таблицу составили кто там пишет что и так вот эта тема разбор выступлений это должен быть человек очень серьезно иначе он ее затянет дольше всех будет сидеть ее придется по частям рвать ну представь 60 вопросов к алексею второму 60 вопросов кириллу 60 вопросов андрея ну же 180 дох там еще сколько наложено и козлов и урасов я когда это моя любимая к читаю ну и мне просто я думаю но это невозможно действительно можно только один раз это сказать написать в книгах один раз и больше уже все не затрагивали столько по грани то есть это прям точно вы как по слову прям бьете точно не смотря ни на что не смотря ни на какие очень страшно становится да вот это коммунизм где священство но и другие вопросы то все вот когда они без пригляда они не на один день отвечены обстановка изменилась или что-то это константа и ты как солженицын как я впервые спрятался за христа когда его вербовали там чтобы он докладывать я не могу я христианин но вы же гражданин я гражданин но я не могу сейчас я до этого конечно я бы сотрудничал с вами но я спрятался за христа говорит так я христианин сегодня мне зачем и поэтому смерть угрозы пытки они для меня никакой роли не играет я должен верить во христа вы меня убьете вы меня подвинить подвинить насколько выше как мужчинник высшее звание буду иметь но все тогда все сейчас занятия и на тихом через три минуты с богом начинают так что мы можем еще поговорить три минуты все занятия нет мне надо переключить сюда все все ладно ладно спасибо христос аллилуйя евреи тогда все за мной закрепляйте я как мусульманство богослужение мусульманскому заканчиваю евреев перехожу те которые первые брали там от начала подведите итог чтобы я мог эти папки убрать у меня негде на на рабочем столе негде помещаться я должен папку и святую библию все святую библию убирайте все все так убирать а у меня там еще осталось может быть 20 роликов это мне надо растянуть их я уже начал по два по два по теме сегодня даже по три стал ставить меня волной накрывает но разберутся главное магазин выставить а там уже покупатель найдется никита все давай с богом а где вы говорили что на канале выставить